всем привет с вами кентуки 2510 и в этом видео я расскажу как и зачем прятать войска в clash of kings в одном из видео про ошибки новичков я советовал не держать войска в замке чтобы не быть атакованным более сильным игроком в clash of kings есть аж 7 различных способов сделать это и а шести из них в этом выпуске поехали способ 1 на карте мира вы можете найти так называемые руины постройки которые можно исследовать течение определенного времени 30 минут часа четырех или восьми часов на ваш выбор в руинах ваши солдаты как и солдаты других игроков полностью неуязвимы поэтому этот способ считается одним из самых безопасных к тому же пока ваши войска будут идти в руины и после их исследования возвращаться обратно в замок они также будут неуязвимы войска путешествующие по карте мира перехватить нельзя в связи с этим руины для укрытия войск лучше искать не рядом с замком а на противоположной границе королевства чем дальше они будут тем лучше спрятать войска в руинах мне удавалось максимум на 12 часов и это первый минус этого способа если вы часто отсутствуете в игре по 12 и более часов как например я этот способ вам не подойдет второй минус заключается в том что одновременно исследовать двору двое руин короче я не знаю как правильно сказать нельзя то есть этот способ позволит вам спрятать только один поход и третий минус иногда руины приходится искать довольно долго так как они появляются на карте хаотично и того я ставлю этому способу только три из пяти баллов способ 2 лучший способ укрытия войск для замков высокого уровня это рудник альянса про сам рудник рассказывать в принципе нечего и так все понятно войска добывающие ресурсы на руднике как и в руинах полностью неуязвимы до исчезновения башни альянса на территории которой этот рудник располагается чем выше уровень вашего замка и соответственно войск тем дольше они будут добывать ресурсы если у вас есть хоть какие-то знания игры то вы знаете что войск более высокого уровня более высокий показатель загрузки относительно войск низкого уровня подробно о загрузке кстати я рассказывал в одном из своих видео про войска загрузка показывает то количество ресурсов которое способен унести один юнит 3 миллиона дерева которые я сейчас добываю на руднике альянс одним походом позволяют мне спрятать 110 тысяч солдат более чем на 24 часа и это первое преимущество перед способом с руинами второе преимущество ресурсы если за исследование руин вы получаете только опыт то каждая минута проведенной на руднике приносит вашему замку ценные ресурсы и того этому способу я ставлю 5 из 5 баллов способ 3 купол щит мира это самый элементарный самый очевидный способ спрятать не только все свои войска но и незащищенные ресурсы если таковые имеются в замке но купол удовольствие не из дешевых их не так часто можно получить в качестве какой-нибудь награды вернее почти никогда поэтому зависимости от продолжительности действия их можно купить во внутриигровом магазине за 500 тысячу либо две с половиной тысячи голды согласитесь не дешево купол на 8 часов также продается в магазине альянса за 100 тысяч очков но тратить их почем зря я бы не советовал что же делать очевидно прятать войска под щит вашего богатого союзника или союзников тут и как повезет например в моем нынешнем альянсе есть как минимум три игрока которые регулярно покупают щиты мира на три дня в отличие от руин на отправку подкрепления союзникам нет ограничения только ограничение на замок то есть одному союзнику можно отправить только один поход если бы недорогие цены на щиты мира я бы поставил этому способу 5 из 5 баллов но пока только 4 4 способ слегка противоречивый но эффективный если вы спрятали атакующую основу вашей армии но в замке еще остались войска прячьте их свою крепость либо крепость цивилизации союзника с точки зрения защищенности войска в крепости более уязвимы чем замки но фишка этого способа в том что крепости цивилизации практически не атакуют за те три месяца что я провел в 1993 королевстве мою крепость еще ни разу никто не атаковал дело в том что игроки прилетевшие жечь какой-нибудь альянс скорее всего не будут тратить свое время на разведку всех крепостей в пределах там 50 километров и это первое преимущество способа второе преимущество исходя из моего опыта мало игроков знают об этом способе хотя он очень даже очевидный и третье преимущество войска обороняющие крепость цивилизации могут находиться в ней несколько дней поэтому этому способу я ставлю твердый 4 балла пятый способ временный так как нему в основном прибегают только на фазе убийств лидеры либо р4 заблаговременно размещают на территории альянса стрельницы в которой игроки отправляют свои войска на стройку так как атаковать стрельницы запрещено игрой войска находящиеся в них во время их стройки будут неуязвимы до окончания строительства если у вас высокий уровень замка и войск уступайте места в стрельницах более слабым союзникам ведь чем выше уровень солдат тем быстрее они возводят постройки по окончанию строительства стрельницы ее можно снова снести и поставить строится снова шестой способ он не подходит для укрытия войска на ночь но им активно пользуются те кто любит с размахом повоевать если вы прилетели в гости к другому альянсу и вашем замке допустим 400 тысяч солдат но атакующих похода по 100 тысяч только 2 половина армии получается остается не уязвима отправить ее в руины на рудник альянса либо крепость цивилизации нельзя так как она может понадобиться вам в любой момент это ваш резерв чтобы скрыть войска но держать их в замке можно создать несколько сборов на 30 либо 60 минут на любой несоюзный замок поблизости войска в сборе как бы исчезает у замка но остаются в нем такая вот мистика про седьмой способ я решил рассказать отдельно потому что во первых он очень противоречивый и необычный а во вторых его целесообразность для меня остается под вопросом на этом в принципе все если вам понравился выпуск то ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии